МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотритесь сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне с ее членами встретился глава Чуваши. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чтобы озвучить все итоги пятилетней работы, не хватит и часа, отмечает председатель общественной палаты Алексей Судлинков. За последние годы было реализовано немало проектов. Гражданский институт доказал свою эффективность. Общественники проводят экспертизы нормативно-правовых актов, контролируют деятельность исполнительной власти, консультируют граждан. И не только. Новый вех в повышении качества общественной палаты, и мы за это тоже хотим выразить признательность вам, Михаил Васильевичу, нашему правительству, что создало создание аппарата общественной палаты. Наша деятельность стала более конструктивной, более организованной. И это повысило качество. Я скажу так, очень активно заработал сайт общественной палаты. И члены палаты, да и не только нашей Чувашской республики, но и других территорий стали более информированы. Растет доверие к общественной палате Чувашской республики. Когда есть обратная связь, когда есть инициативные предложения, они всегда находят отражение при принятии управленческих решений. Они находят отражение в тех проектах законов, которые обсуждаются, и тем более вы проводите сопротивляющие нулевые чтения. Вся та работа, которая, как бы сказать, строится, она направлена на повышение качества жизни. В общественной палате республики делают ставку и на поддержку некоммерческих организаций. Благодаря совместной работе в прошлом году сразу 9 НКО получили гранты на реализацию проектов. Сейчас общественники уступают с инициативой организовать на базе палаты обучающие курсы для гражданских активистов. У них не всегда есть видение, как некоммерческие организации будут оказывать социальные услуги. Какие смогут оказать, какие виды. Необходимо организовать обучение некоммерческих организаций на сегодняшний день, чтобы они могли более качественно оказывать эти услуги. Предложение общественников найдет свое отражение в грядущем послании главы республики госсовету. На встрече обсудили и другие вопросы. Недавно избранный член палаты Анатолий Яруткин выступил с инициативой создать в регионе Центр социальных инноваций. И рассмотреть возможность создания некой такой площадки единой, куда бы можно было разнести все институты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и в том числе некоммерческих организаций. И создать такую вот некую точку, такой единой деловой каворки Центра. Вопрос, связанный с объединением всех институтов, инфраструктур в единое какое-то физическое здание, он сейчас на повестке стоит, это действительно все интересно. У нас была тема объединять все это в бизнес-инкубаторе. Членов общественной палаты волнуют и проблемы развития туризма. Прорывным проектом в этой сфере должен стать этнографический комплекс столицы республики. Проект «Петинский чуваш» и их поселение, которое на стадии завершения по бюджетной составляющей, мы должны завершить. Там проблема теперь возникает у нас со стороны предпринимательского сообщества. Образительство взяли, проект очень тяжело реализовывается. Если на этой территории парки 500-летия не будет хорошего сервиса, хорошей культуры, то у нас не получится даже бюджетные вложенные деньги. Там среда будет, тротуары будут, пешеходные дороги, прогулочные дороги, спуск логи, все это будет, но ауры не будет, соответственно. И люди просто там пришли, ушли, вот так скажем. Диалог с общественниками длился более двух часов. Многие вопросы в правительстве региона взяли на карандаш. Подобные встречи договорились проводить. И впредь. Мы Дриковалев и Андрей Шоклев. Республика. По итогам рейтинга активности региональных общественных палат Чувашская вошла в тройку лидеров. Такие итоги озвучила общественная палата Российской Федерации. В федеральном центре подчеркивают, что Гражданский институт стал эффективным ресурсом повышения качества жизни. В больницах республики началась диспансеризация. Обследовать свое здоровье необходимо тем, чей возраст делится на три. Во время диспансеризации можно проверить состояние своего здоровья, своевременно получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или советы по профилактике, в зависимости от возраста и образа жизни. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в медучреждение, к которому вы прикреплены. В 2016 году в республике в диспансеризацию прошли более 200 тысяч человек. Благодаря проведенным обследованиям у жителей Чувашии впервые выявлено более 27 тысяч различных заболеваний. Из них более 5000 заболеваний сердечно-сосудистой системы более 2000 человек имеют заболевания желудочно-кишечного тракта. Все они направлены на дообследование для уточнения диагноза. Кроме того, 400 человек в ходе диспансеризации впервые выявлены злокачественные новообразования на ранних стадиях их развития, сообщают в Минздраве Чувашии. Хочешь постоять? Платим. Речь про автомобильные парковки. Уже к середине лета в центре Чебоксар они могут стать платными. О том, где придется стоять за деньги и какова цена вопроса Ольга Пырочкина. Я вожу машину ловко, но одна беда – парковка. Выезжаю с позаранку, чтобы отыскать стоянку. Про нехватку парковочных мест в городах россияне уже складывают стихи. Проблема, увы, знакома и чебоксарцам. Столичная администрация нашла решение проблемы хотя бы в центре города. Когда проектировался и строился центр столицы Чувашии, никто не предполагал, что через несколько десятилетий значительная часть горожан будет ездить на личных автомобилях. Нынешний проспект Ленина, который проектировался как проспект Сталина, после знаменитого Хрущевского постановления об устранении излишеств в архитектуре и градостроительстве даже урезали по ширине на 7 метров. Метры эти не вернуть, зато можно убавить. Количество желающих оставить в центре свою машину. Видимо, так решили столичные власти. На сайте госзакупок разместили информацию о приобретении автоматизированной информационной системы парковок на платной основе. Пока известно о следующих площадках, где ее собираются внедрить. У площади республики железнодорожного вокзала МФЦ на улице Ленинградская и главпочтамта. Если вы обратили внимание, эти парковки располагаются, во-первых, это ЖД вокзал, куда невозможно подъехать. Там в настоящий момент сейчас припаркованы машины либо жителей ближайших домов, либо работников предприятий, которые располагаются рядом. Привезти родных, близких или самому приехать, уехать куда-то на поезде, оставить машину на парковке невозможно. И мы очень надеемся, я думаю, что это получится таким способом, решить вопрос. Ведь вы понимаете, что там будет какой-то льготный период. То есть те, кто просто приехал, высадил пассажиров, за это платить не будут. А те, кто приехал и оставил на какое-то время, будут платить. Но там все равно плата незначительная. В настоящий момент тариф утверждается, то есть разрабатывается. Ну, я думаю, что будет в районе 25-30 рублей за час. В интернете новость вызвала споры. Повременная оплата, она нужна, но только на время пиков тех объектов. МФЦ, рабочее время, вокзал, поезд. А вот любителям постоять целый день – до свидания. Чебоксара – компактный город. Пройти 5 минут за 300 метров можно легко. Я предлагаю плату за парковку сделать для приезжих, то есть для авто из других регионов, особенно для москвичей. А местные уже за эти участки, дороги, налоги заплатили. Местом надо сделать бесплатно. Опрос непосредственно на месте будущих платных парковок тоже показал разное мнение. Думаю, неправильно это все. За что налоги платим? Думаю, за эти налоги можно бесплатные парковки сделать. Платные парковки будут, я думаю, будут удобны для всех, и для жителей города, и для жителей районов Чуваши. Почему? Ну, потому что люди более осознанно будут к этому вопросу обращаться. То есть, если платно будет, то многие, наверное, пересят на общественный транспорт. Какая цена для вас приемлема в голову? Ну, рублей 50, наверное, не больше. Ну, здесь, конечно, надо место парковочное, конечно, сделать, но это не выход. Если вот в Москве, я согласен, где они получают баснословные суммы, а мы здесь получаем педагоги, вот, например, получаю. У меня ократ 4 500. Что вы хотите с меня взять? Хотелось сделать платные парковки, в том числе здесь. Как относитесь? Скорее, больше. Как думаете, чем лучше будет? Может быть, хотя бы появится место, где парковаться можно будет? Тут, скорее, вопрос не то, сколько я готов заплатить за час. Будет ли, допустим, на этом парковщике, или как это правильно называется, будет ли, допустим, прием карточек? Потому что не всегда у меня есть наличный. Способ оплаты тоже имеет значение. Обязательным условием поставили прием платежей именно безналично. Это будет мобильное приложение обязательно, да, это будет банковские карточки, ну, такие общепринятые системы платежные. Как отметил директор управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, делается это не ради пополнения городской казны. В этом плане проект, наоборот, скорее всего, первое время будет убыточным. Автомобилисты начнут искать альтернативу. И тут всплывает новая проблема. Нетрудно догадаться, как платная парковка скажется на близлежащих дворах. Впрочем, это уже другая история. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Жителям Заволжье сохранили льготный проезд. В 2017 году они смогут ездить на учебу и работу на правый берег Волги по-прежнему за 20 рублей. Распоряжение об этом подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Жители Левобережья получают именную транспортную карту по льготной стоимости в 20 рублей. Хотя сам проезд обходится в 93 рубля. В 2017 году на субсидирование пассажирских перевозок жителей Заволжских поселков из-за городского бюджета выделено почти 5 миллионов рублей. Сезон сосулек в разгаре. Подобно грибам они вырастают то тут, то там, отзываясь на температурные перепады. К сожалению, в некоторых городах страны ледяные наросты нередко становятся причиной бед, а то и трагедии. Как обстоят дела в Чебоксарах и чем горожане могут помочь коммунальщикам в нашем сюжете. На Новый год в Чебоксары неожиданно пришла отепель. Вовсе не новогодняя температура оставила о себе напоминание. Сосульки на козырьках подъездов и кровли домов. С сегодняшнего дня столбик термометра снова ползет вверх и те самые новогодние подарки начинают таять и могут упасть вниз. А вместо них вырастут новые. Вот такой круговорот сосулек в природе. Когда идешь по улице, то обычно смотришь либо перед собой, либо под ноги. Мало кто ходит с высоко поднятой головой. А иногда все же стоит это делать. На крышах домов уютно расположились сосульки. Правда, есть они не везде. На центральных улицах в основном все успевают сбивать. А вот во дворах ситуация бывает разная. У нас все нормально. Пирогово дом 4. Вроде все чистит. Нас убирают хорошо. Подгоняют краны. Ну это вышки убирают. Проблем нет. А вот когда ходите по центральным улицам, вот наверх смотрите, замечательно. Смотрим, смотрим. Ну пока нет, а все бывает. Около садика много. Да, сосульки около садика. Один раз, что на нас не упали сосульки. Я сейчас отсюда спускалась. Вот там загорожено, где детский мир. Вот там, да, опасно. Старые сооружения, они все равно как-то еще не приспособлены. А у нас там в Ново-Южном идеально. Мне очень нравится. И безбоязно мы ходим. Впрочем, как будут передвигаться горожане вдоль домов, решают управляющие компании. Именно они обязаны вовремя сбивать сосульки с козырьков и крыш. Причем способов существует немало. Альпинисты, специальная техника или система кабельного обогрева кровли и водостоков. Кстати, последний способ наиболее действенный. И его используют некоторые столичные лука. Устанавливают либо в желоба, либо под сами козырьки. То есть, по мере необходимости включает. То есть, лед тает, превращается в воду и по этим стокам стекает вниз. В целом, на данный момент ситуация стабильна. То есть, таких критичных моментов нет. Поэтому, единственное, что остаются двускатные крыши, это на Ленина, на Богданке, вот такие места, где именно близкий к дому проходит тротуарный переход. То есть, тротуарная дорожка. То есть, да, там, да, там, как бы, в первую очередь обращают внимание, уже сигнальные ленты, да, и убирают. Альпинисты нанимают в первую очередь. Если же вы видите, что обслуживающая организация по каким-то причинам не успела вовремя убрать ледяную бахрому или пропустила тот или иной дом, не поленитесь и позвоните либо в управляющую компанию, либо в единую диспетчерскую службу 074. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Уровень безработицы в Чувашии продолжает держаться на прежней отметке ниже 1%. Несмотря на экономические сложности, органам власти удается контролировать ситуацию на рынке труда. В соотношении количества вакансий соискателей примерно 3 к 1. 6,5 тысяч вакансий предлагает только Центр занятости населения города Чебоксары. Здесь же можно пройти профессиональное обучение и получить дополнительную профессию. С подробностями Родион Архипов. С начала года общее состояние на рынке труда столицы Чувашии стабильное. Дефицита вакансий нет. Всего их порядка 6,5 тысяч. Несмотря на то, что в этом году количество безработных по сравнению с началом прошлого года увеличилось на 200 человек, повода для беспокойства нет, считают в столичном центре занятости населения. С учетом экономически активного населения в 290 тысяч в городе Чебоксары, это, конечно, не тенденция, эпизод. Такие эпизоды, они связаны с миграционными процессами, с сезонными явлениями, с обычной жизнью, то, которое есть. Мы выдерживаем контрольные цифры, те, которые нам установил Министерство труда и социальной политики Чувашской республики. И в целом ситуация нами контролируется. В прошлом году центром занятости населения города Чебоксары трудоустроено более 15 тысяч человек. В летний период в свободное от учебы время обеспечены работы более 4 тысяч несовершеннолетних. Наиболее востребованы на рынке труда по-прежнему остаются строители, водители, бульдозеристы, крановщики, швеи, продавцы и медсестры. Помимо трудоустройства центр проводит обучение по 37 специальностям. Ежегодно этой возможностью пользуются более 900 человек. К сожалению, я устроиться на работу пока действительно не могу никак. Вот решил не терять зря времени, не выучиться на права. Все четко, наглядно объяснили. Очень пока что мне здесь нравится. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. В Новочебоксарском суде рассмотрят уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности заведующей детским садом номер 40. Летом прошлого года в этом дошкольном учреждении произошло массовое отравление воспитанников и работников. Количество потерпевших превысило 100 человек. По версии следствия, в детском саду нарушались санитарные эпидемиологические правила. В частности, при приготовлении свекольного салата нарушалась технология его приготовления, а именно свекла натиралась работниками пищеблока вручную. Кроме того, на ряд продуктов, которые использовались при приготовлении пищи, отсутствовали маркировочные ярлыки и товаросопроводительная продукция, а также иная документация, которая обеспечивала бы прослеживаемость этих товаров и срок их годности. В результате, после приема пищи, а именно свекольного салата и суфлей из отварной курицы, в обед 17 июня прошлого года, 88 малолетних воспитанников детского сада и 29 сотрудников образовательного учреждения почувствовали недомогание и в течение следующей недели были госпитализированы в различные лечебные учреждения городов Чебоксары и Новочебоксарска. Стоит добавить, что реакция на происшествие последовала сразу. Руководитель детского сада, два повара и кухонный работник были освобождены от занимаемых должностей. Наказание обвиняемой определит суд. Спешка привела к аварии. Троллейбусы и намарка не смогли разъехаться сегодня в Чебоксарах на прикрестке проспекта Мира, 50 лет октября. Водитель намарки решила со второй полосы повернуть направо, не пропустив троллейбус. В результате Киа оказалась в сугробе. В момент происшествия в салоне троллейбуса пассажиров не было, никто не пострадал. Нормально ехала, как обычно. Машина со второй полосы решила подрезать, уехать в ту сторону. И все, подрезала. Да, нарушила, она говорит, спешила, сама сказала. Спешка дала, о себе знает. Ничто так не облагораживает людей, как совместный труд. Подведены итоги ежегодного столичного конкурса на лучший новогодний двор среди органов территориального управления. На звание самого праздничного претендовали больше 30 дворов. Каждый из них был по-своему красив. Ледяные горки, скульптуры, гирлянды. И это далеко не весь арсенал, который использовали увлеченные жители. Облагораживать дворы они вышли целыми семьями. Эта добрая традиция не только объединяет людей, но и мотивирует их на активное участие в жизни города. Народ дружный, схватились мы, народ дружный. Как вот все вместе беремся и все вместе делаем, работаем. Ночами не спим, до часу до двух у нас горку заливают. Все молодые родители в этом участии принимают, даже и пенсионеры. У нас вообще, по-моему, целый круглый год нет выходных. Летнее время, с весны начинаем, мы вот и рассады сажаем вокруг дома. У нас весь цветущий дом, мы тоже в этих конкурсах выигрываем. Веселые дети и довольные родители. В красивом дворе жить не только приятно, но и спокойно. В конце концов, надоело просто сидеть дома. Собрались с нашими соседями, друзьями, ребятами. И решили физически поработать и сделать детворе горку. Ну, чтобы никуда не ходили, соответственно, было меньше травматизма. Дети всегда были под приглядом. Сделали трактор, тоже в виде горки, потому что любая фигура должна быть функциональной. Дети должны на ней играть. Хватит сил, сделаем еще крепость. Но каждую зиму наши папы устраивают нам такие чудесные аттракционы. Мы здесь катаемся, веселимся, всем с семьей развлекаемся. В любое время дня и ночи мы выходим в нашем дворе спокойно. Всегда чисто, всегда убрано, всегда весело. Стремление к прекрасному и трудолюбие приносят свои плоды. Тос Звездный занял первое место в конкурсе на лучший новогодний двор. Как потратить денежный приз в 20 тысяч рублей, жители уже знают. На благоустройство. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Расиль Мухаммедов, Республика. В Сочи стартовало главное событие этой зимы для всех КВНщиков. Международный зимний фестиваль Кевин 2017. Сегодня состоится официальное открытие фестиваля. Что нового приготовили веселые и находчивые на этот раз, узнала Юлия Важенина. Вот уже 28 лет подряд в январе в Сочи проходит фестиваль команд, с которого стартует каждый новый сезон КВН. Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Латвия, Эстония, Германия, Великобритания, Израиль. Это лишь часть стран, участвующих в Кевине этого года. Две недели с 10 по 23 января более 600 команд будут соревноваться за право играть в различных лигах планеты КВН. Два тура, школа КВН, интересные семинары, игра «Что, где, когда?» празднование Старого Нового Года и галоконцерт с участием лучших команд фестиваля в зимнем театре. Все это Кевин 2017. Стать одними из лучших есть возможности у команд из Чувашии. В этом году нашу республику представляют три состава КВНщиков. Сборная Чебоксар-Чуваши, сборная Кооперативного и сборная Сельхозакадемии. Ощущения самые такие хорошие, замечательные. Мы приехали в такую хорошую весну. Есть плюс 10, 12. Солнце, море, КВН, юмор и друзья со всей России и всего ближнего дальнего зарубежья. У всех команд с места попасть в зала концерт. Но все же, в первую очередь, хорошо, достойно выступить, чтобы все шутки зашли. Сама организация стоит на месте. В этот раз еще будет разминка за деньги. То есть команда может выиграть бесплатное проживание. По итогам этой разминки, которую вы проходите, команда может выиграть бесплатное проживание полностью в своей гостинице. А завершится все грандиозным галоконцертом и распределением команд по телевизионным, центральным и остальным лигам Международного союза КВН. Так что вполне возможно, что наши чувашские команды мы увидим уже в Лиге другого уровня или в эфире Первого канала. Юлия Важенина, Республика. Сегодня Союз журналистов Чувашии назвал имена лауреатов профессиональных премий. Каждый год, накануне Дня российской и чувашской печати, Союз журналистов Республики отмечает достойные работы. В этом году самой престижной премией имени Эль Геро удостоились старший редактор национального радио Владимир Егоров и наша коллега с ГТРК Чувашия Ольга Петрова. Премию Никольского решили присудить поэтессе Альбине Юродум. Премию Ильина получит корреспондент Батревской районной газеты «Авангард» Ольга Павлова. Спасибо! Это, пожалуй, самое доброе и теплое слово на всех языках мира. Ежедневно каждый человек на планете Земля произносит этот символ признательности много раз. Но задумывается ли о том, как оно появилось в нашей речи, что означает и насколько мощная энергетика обладает? Всем известно с детства спасибо слово волшебное вместе с словами «мама, пожалуйста, дай». Мы произносим его одним из первых и продолжаем говорить на протяжении всей жизни. Слово «спасибо» – устоявшееся сокращение от фразы «спаси Бог». Именно так на Руси выражали благодарность. И, пожалуй, 11 января – самый вежливый день в году. Именно сегодня весь мир отмечает день слова «спасибо». Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности имеют поистине магическую силу. С их помощью люди передают друг другу радость, положительные эмоции и свое внимание. Психологи рекомендуют произносить слова благодарности как можно чаще. Улыбаясь при этом и говоря их от чистого сердца. Благодарить людей нельзя в состоянии раздражения, потому что тогда процесс не достигнет своей цели, не принесет радость. Как часто произносите слово «спасибо»? Каждый день я работаю в общепитии, там часто нам говорят спасибо. Каждый гость, который ходит, обязательно нас благодарит. Это обычное явление, все время, часто. Есть свежие люди, а есть, которых надо подальше входить. Всегда, когда необходимо. Сколько раз в день? Может, около 20. Говорить спасибо нужно говорить от души и искренне, чтобы человеку было приятно. Надо воспользоваться любым моментом, чтобы сказать спасибо своим близким, своим любимым людям. И вообще благодарить за то, что тебе помогли и незнакомые люди. Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни. Но большую часть благодарности мы выражаем, даже не задумываясь об их смысле. Психологи считают, что слова благодарности – это знаки внимания. Они являются устными поглаживаниями, даже способны согреть своей теплотой. Если с позитивной целью, да, с позитивной точки зрения мы обсуждаем этот момент, то, конечно, оно питает человека. В течение месяца любое слово, которое мы услышали, оно работу в нашем организме ведет, да. Если мы говорим о биологических ритмах, об энергетических потоках в нашем теле, то если это слово мы услышали от того человека, который искренне пожелал нам этого добра, да, и благодарности, конечно, это слово будет благотворно влиять в нашем организме, работать в нашем организме в течение, ну, прям практически целого месяца. Несмотря на то, что для России Всемирный день спасибо является относительным новшеством, он постепенно становится все более популярным. По традиции, в этот январский день нужно как минимум сто раз поблагодарить своих близких, приятелей и даже незнакомых людей. Слова благодарности можно выражать не только устно. В продаже имеются специальные открытки, в которых можно обозначить свою признательность. Но не стоит забывать, что благодарить друг друга следует не только в определенный, но и в любой другой день. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин